Ферита ловит журналист в ночном клубе. Юсуф лжет Фериту, который спрашивает его, Сейран ли они, и говорит, да. Ферит не может переварить такое. Сейран также не знает, должна ли она чувствовать, что ее вот так оклеветали, что Ферит подвергает сомнению ее прошлое и не верит ей. Ферит и Сейран дерутся. Выходит Фред, Обиден советует ему сохранять спокойствие и не смешивать прошлое. Он гуляет ночью с Феритом Обиденом. Друг женщины, которую он знает, сильно к нему пристает. Пелин, которая узнает от друга, что Ферит находится там с девушками, идет туда, и начинается драка. Пока Ферит пытается разлучить двух женщин, журналист делает снимки. Обиден идет за мужчиной, но не может его поймать. Что бы они ни предлагали, мужчина не принимает. Он хочет поговорить с Сейран. Трое встречаются, но мужчина уходит после небольшого разговора. Сейран говорит ему, что Пелин – его друг, чтобы убедить этого человека. Мужчина слышит имя Пелин и зовет девушку. В качестве меры предосторожности Ферит и Сейран рисуют журналистам на мероприятии картинку «Мы счастливы». Когда Ферит впадает в отчаяние, он просит помощи у отца. Архан разговаривает с боссом журналиста. Карханы с облегчением получают подтверждение, что не будут печатать картину. Гюль Гюн немедленно вызывает Пелин в особняк. Он говорит ей, что должен очень хорошо поговорить с ней и что теперь он должен идти своим путем. Пелин говорит «Окей», хотя она этого не хочет, и начинает не отвечать на звонки Ферита. Затем, когда журналист видит давление со стороны своего начальника, чтобы он не публиковал снимок, он уходит в отставку и продолжает публиковать снимок. Название становится «В ночах вора в законе». Пока они пытаются скрыть эту новость от чистого ага, Казым, увидев новость в газете, стоит у дверей особняка. Великая клевета Юсуфа на Сейран. В конце последней серии, сжимая горло Казыма Сейрана, Суна, он ударил отца гантелью по голове, чтобы защитить брата. Увидев, что произошло, Ферит немедленно отводит Казыма в ванную и моет окровавленные места. Он бьет и разбивает лампу на кровати и убеждает отца Казыма, что ему на голову упала люстра. Казым поспешно покидает особняк и идет к себе домой. Суна решает вернуться домой, чтобы ее сестра и мать не попали в беду из-за нее. Он оставляет письмо и пытается выбраться из особняка. Джозеф помогает ему. Пока ее отец собирается избить Суну, которая приходит домой, она все же вмешивается и спасает девочку. Слуга, который видел, как Юсуф выводит Суну из особняка, он вырастает до Халиса. Хотя Халис сначала очень злится, Ферит убеждает его. Он говорит, что теперь они родственники и что его невестка должна быть замужем за кем-то, кто подходит к Арханам. Халис Ага отправляется в Казымс и берет на себя ответственность и воспитание Суны. Ферит рассказывает Сейрану, что дедушка обещал ему внуков и что таким образом он смог спасти свою сестру. Сейран не хочет быть с Феритом, но говорит сестре, хорошо, но все время откладывает это. Они снова играют в настольный теннис. Ферит ест, он не удовлетворен своим состоянием зрения. Мать Пелина хочет, чтобы ее дочь с кем-нибудь познакомилась. Его двоюродный брат приходит домой и говорит Пелину, что познакомят его со своей девушкой и они идут в кафе. Его двоюродный брат заставляет молодого человека приехать туда, чтобы встретиться с Пелином. Ферит тоже ходит туда с Сейраном. Он видит мужчину рядом с Пелин. Когда она звонит Пелин, она очень расстраивается, когда не берет трубку. Он подходит к столу и показывает себя, а затем начинает делать отношения к Пелин. Ферит говорит Козыму, что Сейран не хочет выходить за него замуж, что он избил его и заткнул ему рот. Затем Ферит, он начинает удивляться, почему девушка не хочет выходить за него замуж, даже выйти из дома. Вдобавок ко всему, постоянное избегание Сейраном встречи с ним также вызывает у молодого человека подозрения. Ферит спрашивает Сейрана, был ли он раньше с Юсуфом, поэтому он убежал от него. Сейран считает этот вопрос оскорблением для себя и не отвечает. Ферит вызывает Юсуфа в комнату и говорит, ты когда-нибудь был с Сейран? Сейран очень удивлен, когда Юсуф говорит, да. Его сильно оскорбили и оклеветали. Сработает ли великолепный план Ферита Кархана. В конце последней серии Ферит ставит Сейрану условие, что они станут настоящими мужем и женой в обмен на спасение его сестры. Сейран надевает ночную рубашку и ложится на кровать, но Ферит, который не может насытиться женщиной, которая его не хочет, не делает этого. Однако на этот раз Сейран, который чувствует себя униженным из-за своего положения, делает вид. Юсуф также поднимается по лестнице на чердак, как Пелин, и разговаривает с Сейраном, пока Ферит находится в ванной. Ферит снова говорит со своей матерью, чтобы уволить Юсуфа, который продолжает работать, несмотря на то, что дает ему много работы. Мать говорит с двумя служанками. Он рассказывает Фериту о слугах, которые интересуются Феритом. Халис узнает, что Суна и Хатиджа отправились в Антип, чтобы жениться на ком-то. Он не заставляет семью говорить, что собирается в спешке выдать Суну замуж. Халис Ага думает, что тетя Хатиджа не сможет вернуться и расстраивается. Он приказывает своему сыну немедленно найти Козиму дом. Однако Козим баба не любит ни одно показанное ему место. Он хочет построить дом, как он хочет. Ферит решает, что единственный способ спасти Суну – это сбежать, и они прячут его. Суне было бы очень трудно принять это. Зная, что она будет мучить свою мать после того, как уйдет, Суна не хочет идти, но мать поддерживает ее, поэтому она медленно убегает, когда прибывают Сейран и Ферит. Обиден поднимает ее и ведет к Пелину. Сейран и Ферит тоже приходят к Пелин по необходимости. Как заметил Пелин, между Суной и Обиденом существует наэлектризованность. Муж и жена, которые планируют спрятать Суну в своих комнатах в особняке, лишь заворачивают девушку, боящуюся высоты, в новый ковер, купленный в их комнате. Суна начинает жить с ними как беглец в комнате. Казым Би бьет свою жену при каждом удобном случае. Он уведомляет знакомых, чтобы они нашли его дочь. Не в силах выдержать побои, нервы Эсме на пределе. Плача и разговаривая сам с собой, он говорит, Сейран позаботилась о своей сестре. Когда Казым слышит это, у него перехватывает дыхание в особняке. Чистый гнев входит в комнату. Он пытается заставить Сейрана говорить, сжимая его горло. Суна, которая хочет защитить свою сестру, он бьет отца по голове найденной там гантелью и нокаутирует его. Ферит, в конце главы, узнав от Юсуфа, что его тесть пришел в особняк в гневе, он вбегает в комнату. Сцена, в которой он встречает отца Казима, лежащего на кровати в крови и без сознания. Сейран узнает, что Суна поцеловала Ферита. В конце последней серии Суна поцеловала Ферита, который был первым человеком, который много выпил и впервые что-то сделал для нее. Пока Обиден отвлекает идущую туда Сейхан, девушка ничего не видит. Обиден слишком суров с Феритом. Вернувшись в особняк, они пытаются отвезти пьяную Суну в комнату, никому ее не показывая. Когда они входят в комнату, Пелин тоже там. Он говорит, что Юсуф видел его. На следующее утро пришедшая к ней Суна была сбита с толпу тем событием, которое вспомнила. Он не может оторвать голову от земли. Когда Сейран спрашивает Ферита о состоянии его сестры, Ферит, хранящий свою честность,